МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии. Год на передовой. Врачи из красной зоны рассказали о работе в ковид-госпиталях. Азы сельхознауки в Ядрине обсудили вопрос развития многопрофильного агрокомплекса Школы-техникум. Диалог на равных в Театре юного зрителя прошел мастер-класс режиссера из Башкортостана. Сегодня в Доме правительства обсуждали меры противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Чаще всего контрафакт фиксируют среди алкогольных и табачных товаров. В прошлом году правоохранительные органы изъяли более 130 тысяч пачек контрафактных сигарет, одновременно выявив и перекрыв несколько каналов поставки незаконной продукции. Основным фактором, влияющий на теневой оборот, по мнению специалистов, является высокая доходность. Так, пачка контрафактных сигарет стоит до 50 рублей. Есть уже цифры и этого года. За истекший период текущего года выявлено три преступления. Два в отношении группы лиц по факту приобретения, хранения с целью сбыта и продажи на территории города Канаш табачной продукции с поддельными акцизными марками. И один факт перевозки табачной продукции без акцизных марок, которому возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 171-1. Из незаконного оборота в текущем году изъято более 40 тысяч пачек табачной продукции с поддельными акцизными марками. В Роспотребнадзоре отмечают, по-прежнему нарушаются законы о запрете курения вблизи учебных заведений. Кроме того, некоторые кафе и рестораны предоставляют кальянные услуги. Чтобы поставить точку в этом вопросе, надо в кратчайшие сроки внести нужные изменения в региональную нормативно-правовую базу. Жалоб достаточно много, что люди, которые приходят с семьями и с детьми в кафе, рестораны, сталкиваются с курением кальянов и, естественно, испытывают неудобства в том числе. Поэтому в этом направлении, коллеги, давайте тоже усилим работы. Остро стоит вопрос незаконной алкогольной продукции. Несмотря на то, что в Чуваше есть свои предприятия, производящие алкоголь, к нам регулярно поступает контрафакт. МВД по Чуваше выявляет каналы завоза и местные подпольные цеха. Только в этом году пресечены три факта продажи и перевозки алкоголя без лицензии. За январь-февраль Минек провел 45 проверок. У более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей выявлены нарушения требований розничной продажи алкогольной продукции и порядка ее учета. Но сложно регулировать продажу алкоголя через интернет. На сегодняшний день отдельно хочется обратить внимание на ту возможность, которая появляется в социальных сетях, в интернете, что сегодня, по сути, алкогольную продукцию можно заказывать через социальные сети. Здесь хотелось бы отдельно настроить в том числе органы федеральной власти и МВД, прежде всего, на работу в данном направлении. При этом граждане, осуществляя доставку алкоголя, нарушают требования законодательства в сфере алкогольного рынка. Много законодательных актов у нас на предмет блокировки такого рода ресурсов, которые содержат незаконную информацию. Это, прежде всего, в части наркотиков и иных направлений, которые противозаконны. Здесь надо подумать тоже вот в таком же ключе. Если алкоголь у нас уже попадает и соответствующим образом можно реагировать на это, значит, мы должны выработать механизм взаимодействия и блокировки такого рода ресурсов. На совещании затронули вопросы самогоноварения и продажи в аптечных сетях спиртосодержащих препаратов. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Мы уже рассказывали, что в Маргаушском районе планируют открыть республиканскую агрошколу. Здесь будут преподавать азы современной сельскохозяйственной науки, готовить учеников к поступлению в профильные вузы. Партнером в реализации проекта станет и Ядринский агротехнический техникум. На его базе прошло выездное совещание. Ядринский агротехнический техникум готовит специалистов для отрасли почти 70 лет. Его выпускников можно встретить во многих хозяйствах республики. Будущие механизаторы учат не только теорию. В техникуме собран солидный парк сельскохозяйственных машин. Ремонт и обслуживание агротехники всегда привлекают ребят. Мне нравится эта профессия эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования еще рядом с домом. Здесь обучаются 400 студентов по пяти образовательным программам. Накоплен уникальный опыт, которым педагоги готовы делиться. Для эффективного использования площадей, для максимальной возможности у жителей Маргауш пользоваться инфраструктурой, которая строится. Безусловно, это будет интересное объединение синхронизации уже с действующей школой, которая переполнена. Это и дополнительная возможность у педагогов появляется, и как следствие повышение заработной платы. В течение сейчас еще этой недели мы отработаем экономику школы, проговорим и отстроим до конца кадровую политику. Будущая агрошкола станет инновационным полигоном для отработки лучших образовательных практик, уверены участники совещания. Ее партнерами станут многие профильные техникумы, аграрный университет. Главное для детей и родителей качество образования совершенно классная современная новая школа, наполненная содержанием будущего, связанного с сельским хозяйством и с нашей аграрной республикой. Новое направление требует высокого профессионального уровня. Из стен агрошколы должны выйти твердо уверенные в своем выборе выпускники. Обсуждение концепции работы агрошколы продолжится. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов. Республика. Каждое заседание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не только цифры статистики, но и судьбы детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Безнадзорность и, как следствие, правонарушения – обычная схема. Именно так ребята, оставшиеся без должного попечения родителей или вовсе их не имеющие, попадают в криминальную среду. Они уходят на улицу тогда, когда видят равнодушие взрослых. К сожалению, дети все чаще стали прибегать к такому пути разрешения конфликтных ситуаций. Основными причинами самовольных уходов специалисты считают недопонимание со стороны взрослых, их постоянная занятость, семейные конфликты, злоупотребление родителями спиртных напитков. В таких ситуациях надо принимать экстренные меры, чтобы не потерять ребенка навсегда. «Персональная ответственность именно за своевременное информирование, что с ребенком может произойти беда. И с этого момента должны включаться все, кто за это несет ответственность. Но они же не от хорошей жизни оказываются в таких ситуациях. Там, где нужны психологи, психологу, значит, надо межведомственные сразу подключать. И по каждому должна быть дорожная карта сопровождение». Адреса неблагополучных семей должны быть известны участковым. Школы тоже обязаны ввести их патронат, работать на опережение. Вот главная задача всех ведомств, отвечающих за жизнь и здоровье детей. Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. На дорогах федерального значения планируют установить больше камер фото-видео фиксации. Поводом для этого стал рост числа ДТП. Только за два месяца этого года на территории Республики зарегистрировано более 150 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 20 человек. Напомним, по территории Чувашии проходят 336 километров федеральных дорог. По результатам обследования выявлены 5 особо опасных мест, где чаще всего случаются аварии. Причина ДТП – плохие дороги и превышение скорости самими водителями. Комплексы фото-видео фиксации во многом будут работать и на профилактику. Центр организации безопасности движения согласует места дислокации камер наблюдения с компанией «Волговятск-Упордор». Работу по противодействию коррупции в Чувашии в 2020-м и меры, которые предпримут в этом году, обсудили члены специальной комиссии. В 2020-м году в Чувашии возбуждено 239 уголовных дел по статье «Коррупция». Привлечены к ответственности 120 лиц, совершивших преступления. Серьезная озабоченность вызывает организации государственных и муниципальных закупок. Продолжают иметь место факты подписания документов и оплаты фактически невыполненных или некачественных работ. Зачастую недобросовестные государственные и муниципальные заказчики прикрываются поздним доведением бюджетных средств и невозможностью их планирования и освоения, как это следует из протоколов их допросов. Требуется создание эффективной системы контроля за качеством приемки работ, особенно по контрактам, заключенным в конку финансового года. Централизация системы закупок позволит взять под контроль процесс формирования первоначальной цены, отметил Олег Николаев. Контролировать процесс закупок позволяет внедрение цифровых сервисов. Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. Прошел уже почти год с той поры, как в республике был зафиксирован первый заразившийся. Сегодня медработники из красной зоны рассказали, каким был этот непростой период. 2020 год разделил жизнь людей на до и после. Красные зоны больниц до сих пор напоминают линию фронта. Врачи практически живут там. Подъем, завтрак, переодевание, обход, обед, а потом снова к больным. Если нужно, работают и ночью. Очень помогают студенты-волонтеры. Много пришло работать студентов с МИДФАКа. Очень большая помощь. Ребята вообще молодцы. Они быстро схватили вот эти все нюансы, быстро приспособились, не отстранились. Как можно было бы сказать, что студенты обычно боятся, здесь страха не было. То есть они так, все, скажите нам, что делать, научите нас. То есть они учились вместе с нами. Большая ответственность легла на плечи работников родильных домов. Будущих мам с диагнозом COVID-19 лечат с особой осторожностью. Ведь опасность подстерегает не только матерей, но и их детей. Практически постоянно суточное мониторирование детей и мам школ. И то есть нужно было поймать тот момент, если ребенок вдруг испытывает какую-то гипоксинь. Ведь мамы точно такие же. Также находились на респираторной поддержке. Мы постоянно должны отслеживать, чтобы не пропустить, чтобы вовремя протереться, ребенок остался жив. И чтобы мало причем не пострадал. Эти люди не любят говорить о себе. Единственное, чего они сейчас хотят, это победить пандемию. Сделать это можно только при помощи всеобщей вакцинации. Все хотят вернуться в мирную жизнь, чтобы не было этой красной зоны. И для этого мы должны все сделать. А у нас есть эта вакцина, которой мы можем воспользоваться. Я думаю, что нужно обязательно всем привиться, подумать об этом, о своих родственниках, о своих родных. Чтобы все были живы и здоровы. Сделать прививку может любой желающий, обратившись в больницу по месту жительства или записавшись по номеру 122. Также можно записаться и через госуслуги. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика. В этом году впервые пройдет российский молодежный форум по управлению интернетом. Все, кому интересно сфера информационных технологий, могут принять в нем участие. Студентов, аспирантов, выпускников, вузов ждет Сколковский институт науки и технологии. На форуме обсудят будущее интернета, цифровую грамотность населения, отечественные программы, вопросы защиты данных, безопасность. Будет организована и онлайн-трансляция. В режиме реального времени участники смогут задать вопросы и высказать предложения. Заявки на участие принимаются до 5 апреля на сайте Росмолодежь. Диалог на равных. Мастер-класс под таким названием состоялся в рамках окружного фестиваля «Театральное приволжье». В Театре юного зрителя имени Сейспеля прошла встреча с режиссером, заслуженным деятелем искусств Республики Башкортостан Байрасом Ибрагимовым. В творческом багаже Байраса Ибрагимова более 100 спектаклей, большая часть по пьесам современных драматургов. Режиссер известен чебоксарской публике своим спектаклем «Алая паруса». Постановку уже успела покорить сердца зрителей. Вчера только один прошел спектакль, я посмотрел, актеры великолепно играют, то, что я хотел. А вот сейчас уже будет спектакль по Пушкину, это «Метель». Актеров как бы выбрал, у нас уже было несколько репетиций. Я бы сказал, труппа данного театра имени Сейспеля, она очень талантливая, такая работящая, которая хочет работать. Такая оценка дорогого стоит. У актеров Тюза открылось второе дыхание. По мотивам повести Пушкина режиссер создал свою вариацию, сделав упор на мистическую сторону произведения. Там выступает природная сила, метель, которая не дает соединиться влюбленным. Но, конечно, о любви. О любви будет спектакль, потому что это юность зрителя, это зарождение чувства. «Мастер» рассказал о запросах современного зрителя, допустимых границах интерпретации, о новациях в театральном искусстве. Для Николая Григорьева диалог на равных стал настоящим откровением. «Тебе сам мастер, мастер своего дела рассказывает, как находить, как держать себя, как держаться в обществе, как держаться на сцене и не только. Дает полезные советы». И тем не менее, каждый актер – это личность. Он сам выбирает, как и куда двигаться. «После этой встречи я много узнала для себя, как это быть режиссером, как ставить все, как работает вообще сам режиссер. Но сама не хочу быть режиссером. Я лучше актер. Я себе выбрала, второй год обучаюсь. Я вижу себя более в комедийном. Люди смеются. Я когда вижу улыбку на их лицах, у меня сразу внутри все само тепло, хорошо, радостно». Диалог пошел на пользу всем участникам встречи. Мастер увидел потенциал, а актеры – новые горизонты. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, «Республика». Спортсмены «Республики» стали победителями чемпионата России по вольной борьбе. Сегодня с ними встретился глава «Чуваши». «Вольная борьба» для «Республики» – культовый вид спорта. «Чуваши» традиционно принимают всероссийские соревнования разного ранга. Работает немало детских секций. Именно они готовят будущих мастеров спорта. Особенно много достижений в женской вольной борьбе. Не отстают и мужчины. В предолимпийском чемпионате России по спортивной вольной борьбе, прошедшем с 10 по 15 марта в Бурятии, два спортсмена, представляющие Чувашскую «Республику» завоевали золотую и бронзовую медали. Сергей Козырев в весовой категории до 125 килограмм. Знаур Кациев до 97 килограмм. Ребята тренируются у Арсена Келихсаева. В их послужном списке много медалей. Мы на самом деле очень рады этому факту. И со своей стороны за последний год постарались сделать все для того, чтобы было комфортно спортсменам в Чувашии точить, если так можно выразить за свое мастерство. Ну и, конечно же, намерены и дальше эту работу продолжить. Чтобы у людей был интерес к спорту, нужны такие победы, которые вы демонстрируете. Напомним, для стимулирования спортсменов и их тренеров по итогам выступления на международных соревнованиях предусмотрены выплаты в размере от 8,5 тысяч рублей. Члены сборных команд Российской Федерации получают стипендии от 5,5 до 25 тысяч рублей. Лана Прусакова в составе сборной страны завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по фристайлу. Представительница Чувашии выступала в дисциплине Big Air. Ее коллега по команде Анастасия Таталина взяла золото. Обе спортсменки на чемпионате в США показали наилучшие результаты в карьере. Это первая в истории данной дисциплины двойная победа спортсменок из России. В мужских заездах еще один представитель Чувашии Дмитрий Мулинзеев не сумел пробиться в финал. Напомним, из-за проблем с визами россияне не смогли принять участие в соревнованиях по слоупстайлу. Команда нашей страны в этом году выступала под флагом Олимпийского комитета России. При этом впервые победила в неофициальном общекомандном зачете, повторив два рекорда, ранее принадлежавших США, по числу золотых медалей и по количеству выигранных наград. Это были главные новости среды 17 марта. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова